Настроить гитару, проверить ударные. У ребят из рок-группы «Квинта» впереди ответственное выступление. Но на этом концерте, посвященном Дню Победы, они сыграют впервые на новых музыкальных инструментах. Установка, конечно, замечательная. Тут всё новое, всё звучит прекрасно. Это прям хороший звук по сравнению с тем, что было уж точно. Такого звука я нигде не слышал, потому что везде барабаны уже в использовании долго, а эти как новые, поэтому звучат хорошо. Новая ударная установка, бас-гитара и вокальная радиосистема появились у ребят в апреле благодаря депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Перед концертом группа уже успела как следует порепетировать, а заодно и сравнить звучание. Вот сейчас намного лучше. Прям чувствуется такой драйв, когда поешь на сцене, и прям этот бит вообще наполняет энергией и вообще классно. Послушать песни о войне и мире, почтить память земляков, погибших в Великой Отечественной войне. На праздник, который объединяет все поколения, пришли многие. У нас уже это все, что называется, в голове отложено еще с самого-самого. А ребятам, конечно, надо это слушать, надо это петь, чтобы хотя бы немножко толечка какая-то дошла до того, что это было, так это было. Чтобы они не забывали, что мы ими гордимся, что они не зря сделали свой подвиг. Тем, кто застал военное время, особенно сложно сдерживать слезы, но своих эмоций они не скрывают. Для меня это гордость, потому что у меня дедушка тоже воевал. Ну, правда, он пришел домой, жив-здоров, но вот это ранен был. И второй дед, и по мужу дед воевал, он пришел, вот это раненый, умер в 90-м году. Ну, вот для меня это очень большая память. Внук выступать будет, стих рассказывать, плакать баба будет. Да я вообще эти концерты люблю. Такой день еще у меня. Папа на войне поедет. Так что мне уже 81-й год пошел. Места для ветеранов давно поредели. Оно и понятно. С мая 45-го прошло уже 77 лет. Детей войны поздравили красными гвоздиками и выступлениями, которые берут за душу. Нет, сказали бы фашистам, не потерпит наш народ, чтобы русский хлеб душистый назывался словом «брот». Если еще не написали, сколько, скажи, полкушка, пропой. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.